Всем привет! Я продолжу тему скрама. И у нас так получается сегодня тема такая, что у Оксаны получился такой, как роль злого полицейского. Она сказала, что скрам это плохо, а я поиграю в хорошего полицейского. Я не скажу, что скрам это супер, но в нем можно выжить. И мы вот выживаем, уже третий год выживаем, и довольно успешно. Потому сегодня я как раз и расскажу вам, как улучшить эффективность работы команды в скрам. Я хочу рассказать вам о двух таких важных активностях, которые есть в моем нынешнем проекте. То есть я буду рассказывать про свой проект. Это хеллская практика. И как мы работаем в скраме, и как мы организовываем свой процесс. Мы тоже шли к этим решениям, фича демо и саппорт активити, довольно продолжительное время. В частности, это, наверное, года два. И вот на данный момент мы с этим работаем, и работаем довольно успешно, и решаем свои проблемы. Первое – это фича демо. Изначально, что это такое? Фича демо – это, ну, так как мы внутри команды у себя называем, это когда мы демонстрируем для себя же то, что мы сделали, ну, допустим, какую-то фичу мы зарелизили, да, и мы ее для себя показываем. То есть как мы ее сделали, что там правильно, неправильно, и уже после там окончательного какого-то апрува она уже уходит там в продакшен и так далее. То есть с чего все начиналось? Изначально у нас, ну, как в начале проекта, было все довольно обычно, то есть один PM, один девелопер, один тестировщик. Потом команда начала расширяться, и в итоге вот на данный момент у нас такой состав команды, что у нас есть PM, есть Product Owner, который как раз занимается тем, что распределяет, эстимирует таски, он следит за тем, чтобы наши реквайрменты соответствовали желаниям заказчика, чтобы все требования были написаны правильно, и вся команда была вовлечена в процесс разработки. Непосредственно с ним работают два бизнес-аналитика, которые записывают это требование, есть дизайнер и вебмастер, которые это все показывают и внедряют нам на картинках. Ну и, соответственно, сама команда, это бэкэнд команда из четырех человек, фронтенд из четырех, и Куа команда тоже из трех человек, плюс я как Куалит. Соответственно, учитывая то, что у нас большая команда, изначально у нас тоже, как и Оксана говорила, были проблемы с коммуникациями, то есть мы, если созванивались, это были очень длинные звонки, потому что народу очень много, каждый что-то хотел высказать, кому-то что-то нравилось, не нравилось, и, соответственно, это все занимало большое количество времени. Для того, чтобы как-то это все сократить, мы понимали, что созвоны такие нужны, потому что команда должна быть вовлечена, должна знать, что мы делаем в целом. Если ты получаешь какую-то таску, ты должен понимать, где она вообще в целом в процессе. И потому мы для себя составили, выделили, можно так сказать, из команды людей, которые занимают в процессе нашем, так сказать, скрамов скрамс. Это люди, в основном, лиды. Вот я здесь отдельно выделила бэкэнд-тим-лид, фронт-энд-тим-лид, коа-тим-лид и архитект-продакт-оунер. Это как раз эти четыре человека, которые курируют полностью всем процессом на проекте. У нас есть отдельные звонки, где мы как раз занимаемся планированием и решаем какие-то глобальные проблемы, которые там важны на данный момент для нашего проекта. В чем еще одна особенность проекта? У нас, как я сказала, это проект Hellscare. Как я его нежно называю, это причесанный Excel. Почему причесанный Excel? Потому что сама система состоит из 16 Excel-ных файлов, которые внедрены в одно приложение, и в этих Excel-ках мы считаем бюджет на исследование лекарств. То есть у нас есть там две части проекта. Одна из них, которая называется Budget2, либо кратко BT, она более динамичная и составляет, наверное, две трети процента нашего приложения. Там мы вносим какие-то параметры, заполняем участников, которые будут принимать участие в этом эксперименте, полностью все требования заказчиков, которые там хотят чего-то, ну, протестировать какое-то лекарство. Соответственно, это все заполняется в таком довольно активном режиме, и когда вот вся спецификация заполнена, полностью считается бюджет. То есть вводятся какие-то конкретные цифры, которые показывают, сколько будет стоить исследование этого лекарства при определенных условиях. То есть это делает наша система, которая называется Budget2. Вторая часть системы – это Budget Tracking Tool. Там это одна треть проекта, и там уже такая более статическая информация. В основном она приходит, ну, как бы как отчет того, что было уже сделано из того плана, который мы составили в BT. И мы столкнулись с тем, что у нас очень много зависимостей. То есть если вы понимаете, что такое Excel, я думаю, вы понимаете, что такое Excel, там можно проследить, такие зависимости проставить, что можно просто потеряться. Вот у нас как раз такая же самая система. У нас очень много разных зависимостей, много разных ссыланий, там, параметров друг на друга, громаднейшие формулы, в которых по 5 тысяч знаков, и это все нужно считать, и это просто колоссальная работа. И такая зависимость прослеживается в проекте в целом. То есть у нас есть бэкэнд-команда в BT части и в BT части, фронтэнд-команда и там, и там, и QA, соответственно, тоже. И мы столкнулись с тем, что у нас активно разрабатывалась первая часть динамической проекта, там было еще более-менее. А когда мы начали разрабатывать статистику, и у нас так получилось, что у нас много каких-то фич приходят именно из BT, и если там где-то что-то не доделано, сюда не приходит. То есть надо разбираться, где, на каком этапе это потерялось. Иногда вот по моему графику можно просмотреть, что QA-команда в BT, иногда могла сидеть и ждать, пока бэкэнд-команда в BT что-то там сделает, и по очереди, вот это по этим семьячейчикам, все к ней придет, она сможет что-то потестировать и сказать, а здесь баг. И опять циклично, повторно. То есть это было довольно весело, но очень-очень долго. И как бы мы понимали, что надо что-то решать для того, чтобы как-то улучшить процесс и как-то наладить, чтобы все было быстрее. Но опять же, от этих зависимостей мы не могли никуда деться. потому нам нужно было что-то придумывать. Мы поняли, что мы не можем изначально спланировать весь релиз. Релизы у нас раз в три месяца. И вот как только случается релиз, мы начинаем планировать там свою работу на ближайших три месяца. Мы поняли, что мы не сможем протестировать вовремя, потому что у нас постоянные опоздания, и постоянные вот эти задержки, и какие-то ожидания, они оттягивали процесс, который должен быть. Соответственно, если разложить по полочкам, что как бы следовало вот этому всему, то изначально это была проблема в спецификациях. Заказчик наш довольно-таки специфический. Очень много требований. То есть понятно, что это деньги. Они считают бюджеты. Это миллионы. И это там одна цифра может очень много поменять. Потому мы все понимаем, мы всегда идем на уступки, всегда выслушиваем там какие-то замечания и так далее. Но дошло до такого, ну как бы вот самый элементарный и, наверное, самый интересный пример, это то, что вот когда мы начинали свой проект, мы обсуждали цветовую гамму нашей титульной странички полтора месяца. То есть понятно, что там много должно быть всего, потому что это бюджет, там должно быть все выделено, но вот полтора месяца мы выбирали, что должно быть какими цветами и почему, мы поняли, что легко не будет. Поэтому, а если мы планируем, допустим, что у нас спецификация будет написана там, ну грубо говоря, за 10 часов, а она обсуждается там 3 дня, то есть мы уже понимаем, что мы уже на этом этапе начинаем опаздывать. И, соответственно, так шло и далее. От этого у нас был, опаздывал бэкэнд, от которого непосредственно зависела фронтенд-команда. Во время написания там каких-то своих волшебных кодов фронтенд-команда обнаруживала, что на бэкэ чего-то не хватает, что-то не описано в спецификации. Соответственно, это все вот так вот наматывалось огромным кубом, и мы получали в тестировании фичу, которую завтра надо релизить, а мы уже должны как бы ее протестировать, а мы ее только сегодня получаем, и у нас был такой голоб, и мы так, ну, выпускали такой себе функционал. То есть у нас было все не точно, и все ехало. И ехало очень кардинально, и мы не могли как бы изначально это все остановить. То есть это было действительно очень тяжело, и нужно было принимать кардинальное какое-то решение, ну, чтобы наладить этот процесс, потому что все и шло не туда, куда должно идти. Потому мы придумали себе такое фича-демо. Мы решили, что мы не можем быть вовлечены во все, но мы можем, допустим, разделить свою большую команду на какие-то части и дать им отдельные таски. И не просто таски, а целые фичи. Соответственно, эта команда, мини-команда, она будет заниматься непосредственно этой фичей и будет вовлечена в процесс разработки полностью. И, соответственно, сможет довести до ума хотя бы какую-то часть. Таким образом, мы начали планировать нашу работу совершенно по-другому. Когда, допустим, ну вот на данный момент, элементарный пример, стартует от спринта, мы выделяем фичу, которая будет разрабатываться в этом спринте. Соответственно, наш там DevLead, он говорит, что вот, я на эту команду выделяю такого-то бэкэнд-разработчика, такого-то фронтэнд-разработчика, ну, а я как коалит выделяю какого-то КОА. Для них создается отдельный чат в Скайпе, добавляются туда лиды, если это нужно. Я хожу везде, чтобы быть в курсе всего, потому что я потом получаю по шапке первое, потому я хожу везде, я в курсе всего. Также туда приходит бизнес-аналитик, который пишет это требование, и приходит наш продукт-оунер, который следит там, чтобы все было правильно. И запускается процесс. Как только бизнес-аналитик написал требования, он спеку бросает в этот же чат и кричит, что вот, готовая спека, вперед на разработку. Ребята начинают это все девелопить, тестировщик начинает разбираться с требованиями, писать тест-кейсы, задавать кучу неудобных вопросов тут же в чате. Соответственно, что в это время происходит? Девелоперы читают замечания, которые выявляет Куа уже на стадии изучения спецификации. Они понимают зависимости, возможно, где-то что-то упустилось. В это же время бизнес-аналитик поправляет спеку, если действительно там есть какие-то конструктивные замечания. То есть все это движется в таком очень активном процессе. У них ежедневные, ну или неже ежедневные, это там уже насколько важна фича, как нужно быстро ее сделать, и насколько нужно созваниваться. То есть они созваниваются, обсуждают, говорят о своем прогрессе, то есть насколько там кто куда продвинулся. Потому что там же опять я же повторю, что там зависимости, соответственно, фронт там что-то делает, но все равно он ждет там бэка и так далее. И, соответственно, когда разработка заканчивается, то есть девелопер, который сделал свою фичу, он сигнализирует о том, что вот я все закончил, я готов показать демо. В это время собирается звонок, на который приходят опять все те важные люди, которые должны быть в курсе этого события, и девелопер показывает то, что он сделал. Он говорит, что вот по спеке было так, вот я вот так вот и сделал. Соответственно, все присутствующие в этом демо начинают задавать вопросы, и в режиме расшаренного экрана мы проводим такое мини-тестирование каких-то таких очень глобальных кейсов, то есть там что-то куда-то поменять, где-то добавить, чтобы оно как бы сработало. То есть если такие позитивные кейсы срабатывают, и как бы Куа и Product Owner дают добро, что да, здесь все покрыто, бизнес-аналитик согласен, тогда этот девелопер выгружает эту фичу на тестирование. Соответственно, Куа-разработчик, начиная тестировать эту фичу, уже как бы морально и физически подготовлен, потому что и с требованиями он хорошо ознакомлен, и видел, как это работает все, и знает, где были какие баги, если они были, они уже поправлены, то есть он уже изначально их нашел и проверяет. И, соответственно, качество тестирования намного улучшается, и процесс проходит намного быстрее. Соответственно, когда фича протестирована, он говорит, что все, я закончил, эту фичу можно показывать заказчику. И заказчику показывает фичу бизнес-аналитик, который, опять же, в курсе всего, потому что он тоже был вовлечен в этот процесс. Соответственно, этими такими маленькими командами мы проводим девелопмент от начала до самого конца, и вся команда вовлечена. Еще один плюс в том, что один девелопер может быть вовлечен не только в одну какую-то фичу, а и параллельно, допустим, еще где-то что-то делать. Особенно это касается бэкэнд-разработчиков, когда там, допустим, фичи маленькие, что-то там по чуть-чуть надо сделать, где-то в нескольких. То есть, таким образом, человек занят в нескольких фичах, и он в курсе как бы всего, что происходит на проекте. Понятно, что у нас есть глобальные созвоны всей команды, которые происходят каждый день в виде каких-то статусов. Но, опять же, это все ограничено по времени, потому что у нас там 20 человек, мы отводим там максимум полчаса, а не больше. Если там мы превышаем время хотя бы на минуту, наш PM говорит, так, все, основные вопросы мы решили, там, допустим, да, да, именно так. Основные вопросы решили, если есть еще какие-то глобальные, мы высказываем там в течение еще буквально 5 минут и расходимся, потому что мы все понимаем, что нужно работать и нужно успевать, иначе у нас не получается. И у нас есть отдельные созвоны скрамов скрамс, о которых я говорила, где участвуют лиды и участвует PM. Там мы уже разжевываем более детально проблемы проекта, где какие есть блокеры, где что нужно будет планировать, там мы планируем наперед, какие еще нам нужны активности для полной там реализации чего-то и так далее. То есть в этом мы всю команду не вовлекаем, то есть это уже так отдельно. И, соответственно, лиды потом отдельно до своих команд доносят какие-то новости. Таким образом у нас проходит вот эти вот фичи демо. В чем польза их на данный момент? Ну, так как я сказала, это прозрачность разработки, то есть все члены команды знают, что происходит, зачем происходит и как происходит. И каждый может понять важность этого процесса. Вовлеченность в суть фичи всей команды. Учитывая то, что и девелоперы, и тестировщики занимаются не одной фичей, а несколькими, получается такой вот глобальный процесс, о котором знают все и все в курсе всего. Раннее тестирование и выявление багов. Это вообще для меня, как для Куали, это самое большое преимущество, потому что я знаю, что мои тестировщики знают, где были косяки какие-то в требованиях, где что не докодили или перекодили и было исправлено. И на это обращают больше внимания. Также мы придумываем, во время тех же демо, можно придумать массу каких-то special кейсов, потому что, учитывая наши зависимости, нужно очень много чего там продумать, чтобы все правильно просчиталось и все формулы сработали и выдали нам правильный бюджет. Ну и, соответственно, ускорение процесса подготовки готовой фичи к внешнему демо. Опять же, это рассказываю, не буду повторяться. Это то, что касается фичи демо. Следующая активность – это support activity. Support activity мы внедрили не так давно, это, наверное, где-то с сентября месяца. У нас первый релиз на продакшн случился год назад, вот в апреле будет. Второй у нас случился в сентябре. И мы столкнулись с такой проблемой, что, учитывая очень плотный график нашей обычной разработки, нам нужно было еще поддерживать то, что у нас есть на проде. И не просто поддерживать, а поддерживать с приоритетом critical. Потому что система очень важная, и когда мы запустили ее в продакшн в прошлом году, то они начали пользоваться реальные пользователи нашего заказчика. И, соответственно, от него начали приходить комментарии. Перед самим релизом мы продумывали, каким образом мы будем работать с этими комментариями. У нас система такая, что, как я говорю, причесанный Excel. Если вы знаете, в Excel можно добавлять комментарии, к каждому ячейке. Вот так же у нас на проекте, в нашей системе, можно добавлять интернал-комментарии практически к каждому полю. Потому что каждое поле завязано на какой-то формуле, либо на каком-то параметре, либо на какой-то responsibility. И если что-то не срабатывает, очень тяжело определить, где это там полотно. Соответственно, мы сделали такую важную функциональность, это как интернал-комментарий. А учитывая то, что наши заказчики могут с одним бюджетом, допустим, работать несколько человек. Это для них было очень важно, потому что им нужно было как-то друг с дружкой ладить. И если там кто-то отвечал за один кусок этого бюджета, а кто-то за второй, и где-то что-то, какие-то у них были зависимости, они друг с дружкой переписывались. Это как чат был такой, их внутренний. Они писали, что вот, ты поправь, пожалуйста, эту формулу, а здесь вместо 10 введи 12 и так далее. То есть это было для них очень удобно. Мы решили использовать это в своем, как бы, ну, чтобы нам было удобно, как мы можем для себя это внедрить. Мы попросили наших заказчиков, чтобы они, если они находят какую-то ошибку, или какую-то, ну, вот, что-то им не нравится, чтобы они писали этот интернал-комментарий на конкретное поле с описанием, там, допустим, вот стоит, там формула не сработала, там неправильно посчиталась. То есть он добавляет интернал-комментарий и пишет, что вот здесь формула работает неправильно. Нам найти это поле очень легко, потому что интернал-комментарий ведет непосредственно на это поле. Ты нажимаешь, тебя прикинуло на это поле, ты смотришь, что это за параметр, какая там формула, тут же полез в спеку, посмотрел, что там где правильно должно считаться, и очень легко выявить, ну, ошибка там действительно, или может что-то где-то залипло. У нас, соответственно, начали сыпаться такие комментарии, и нам нужно было их обрабатывать. Мы начали заводить прот-хот-фиксы и понимали, что их нужно фиксить в первую очередь, заливать на прот, потому что реальные пользователи с этим работают, и им эти фиксы нужны уже сейчас. И у нас, соответственно, возникла необходимость промежуточных релизов. Учитывая то, что релиз у нас раз в три месяца, сказать, что вот вы подождите три месяца, мы вам выгрузим фиксы, и вы тогда будете счастливы, как-то вообще невесело звучало, и мы понимали, что мы такого даже и предлагать не можем. Потому мы поняли, что нам нужно что-то с этим делать, и вот как раз нам нужны эти промежуточные релизы. Как мы к этому шли, это действительно были блины комом, потому что это было много раз и болезненно. Найти какое-то одно универсальное и правильное решение было действительно очень тяжело. Изначально мы привыкли работать все с Excel, но куда без него. Мы посадили бизнес-аналитика, который непосредственно отвечал за все эти формулы, и сказали, так, вот видишь, приходят там комментарии от клиента, вот ты их переноси в Excel, а мы их будем обрабатывать. Но когда их было там 10-20, это норм, он там сел, перенес, и окей. А когда они начали сыпаться сотнями, мы поняли, что мы бизнес-аналитика потеряли. Мы решили, что надо что-то делать, и надо как-то это все автоматизировать. Соответственно, наши магические девелоперы создали автоматический экспорт этих комментариев, опять же, в Excel. Оно все туда падало, и это были огромные полотна. И проблема была в том, что мы могли что-то пропустить, потому что для того, чтобы выгрузить очередное количество этих комментариев, нужно было стереть предыдущие, чтобы они не повторялись, потому что они-то примножались. Ну и мы могли нечаянно стереть что-то новое, либо же там что-то упустить и так далее. Тут как бы была сложность, и наши заказчики иногда писали, а вот я там оставлял комментарий два дня назад, а вы мне так ничего не ответили. А мы его вообще не увидели, мы случайно его стерли, и как бы все окей. То есть мы поняли, что тут система тоже не работает. Соответственно, надо было что-то придумать еще более такое гибкое, чтобы нам помогло в нашей работе. Мы решили, мы прикрутили кнопку, которая называлась «Report and Error» на каждой страничке. Ну, она была залипшая там внизу, большая такая, синяя, красивая, ее было видно, и она всегда при ховаре так выпрыгивала и говорила «Нажми меня, если что не так». И это начало работать. При нажатии на эту кнопку, человеку, который пользовался системой, выпрыгивало окошечко с имейлом, и он писал там «Вот тут у меня ошибка, посмотрите, пожалуйста». Нажимал «Submit» и автоматически отправлялось письмо как бы на нашу саппорт-тиму. Ну, опять же, человек отправил письмо, сидит и ждет. Час ждет, два ждет. А там критикал вообще, он заблокирован. День ждет. А если писем 30, 40, 50, 100, то на все сразу отреагировать, ну, вообще как-то не получалось. И учитывая то, что у нас не было отдельных людей, которые бы этим занимались, потому что у нас же есть своя как бы работа повседневная, там отдельные новые фичи, мы там что-то опять внедряем, расширяем, углубляем, и, соответственно, на это выделялось как-то так вот, ну, очень мало времени. И было тяжело. Мы поняли, что надо еще более усовершенствовать, эту кнопку, чтобы она была вообще магическая, сама все фиксила. Мы сделали практически то же самое. Мы сделали так, что при нажатии на эту кнопку открывалось окно, человек заполнял, но при нажатии на submit нам не просто падало письмо, а в джире создавался support request. Вообще, это просто решило все наши проблемы. Support request создавался, ему присваивался, правда он падал в бэклог, но мы это потом пофиксили. Ему присваивалась какая-то severity, priority, осанялась на dev lead, чтобы сразу никуда не ушло. А самое главное то, что человеку, который отправил это письмо, отправлялся автоматический ответ, что мы приняли ваш запрос, и мы над ним работаем. И все, и мы были просто, и мы были довольны, и заказчики были довольны, потому что мы решили эту проблему, но мы к этому шли полтора, не полтора года, полгода мы шли к кнопке report and error, ну и вот месяца два, наверное, мы пришли к этому, к автоматическому созданию реквеста в джире. Дальше мы решили, что надо как бы работать еще более продуктивно, чтобы успевать, потому что, когда мы переключались на наш support request, мы теряли время в активной разработке. И это было нехорошо, потому что второй наш релиз, который должен был быть в июле, а он состоялся в сентябре, нам показал, что надо что-то менять, потому что мы не успевали. Мы запланировали и внедрили support team. Что это такое? Вот мы выделили пол бэкэнщика, одного фронтэнщика и одного коа на именно это у нас support team. То есть не конкретного человека, а часы человека. То есть у нас на каждый релиз, на каждый этот, как он называется, спринт, на каждый спринт у нас заложено время именно для support team. И, соответственно, этот support team всегда работает только над этими support request. У нас, так как один коа работает там всегда, он мониторит как раз вот эти support request, которые приходят в джиру. То есть человек зарепортил, что-то там у него случилось, он нажал кнопочку, нам пришел этот support request, и он тут же берет его в работу, осанет на себя и начинает с ним разбираться. Он либо идет к этому человеку, там выясняет, либо действительно проверяет, если это баг, переводит этот support request на разработчика и таким образом активизирует эту работу. И, соответственно, мы спланировали таким образом, что нам нужно как бы почаще выгружать такие фиксы, чтобы заказчик был доволен. Мы так просчитали, что, допустим, за неделю максимум полторы мы можем делать там 10-15 таких support request фиксить. И, соответственно, когда они накапливаются, мы их всех заливаем на прод, пишем письмо, что вот такой перечень таких-то ошибок мы пофиксили, пожалуйста, посмотрите. И таким образом у нас не страдает наша обычная разработка, и мы поддерживаем то, что у нас уже имеется на проде. Помогла ли нам support activity? Ну, я думаю, что вы понимаете, что помогла, потому что у нас есть полный контроль над замечаниями заказчика, мы не упускаем ни одного там, даже если где-то что-то поехало, какая-то буква неправильная, мы об этом знаем, потому что у нас налажен процесс. Мы мгновенно реагируем на request. Вот этим своим письмом, которое приходит тут же в ответ, это оказалось очень важным и очень полезным, потому что заказчик видит, что мы реагируем, что для нас это очень важно. Ну, а, соответственно, счастливый заказчик это счастливая команда, потому вот так у нас все хорошо.